11.06 в Москве. Доброе утро, друзья. Это программа «Ронет» сегодня от 12 августа 2019 года. Напомню, что мы говорим о главном, что случилось в цифровом пространстве за ушедшую обычную неделю. В этот раз поговорим за две недели, поскольку предыдущий выпуск, прошлый понедельник, был специальный. Мы обозревали полугодие. Поэтому кое-что, кое-какие события, они у нас будут несколько старше, чем 6-7 дней. Но о них не сказать мы не можем. Более того, мы о них скажем. Коротко перед тем, как перейти, собственно говоря, к представлению гостей и к самим телам, скажу, что вчера, 11 августа, исполнилось 63 года Стиву Возняку или Возняку. Вот боюсь соврать удалением. К сожалению, Стив Возняк, в общем. Значит, основателя компании Apple, разумеется, одному из тех людей, которые построили сегодняшний мир, таким, какой он есть с точки зрения персональных компьютеров. Ну и, наконец, сегодня, 12 августа, годовщина начала продаж IBM PC, первого массового персонального компьютера компании IBM. То есть еще раз про то же самое. IBM, конечно, тогда подзадержался с этими персональными компьютерами, однако потом вступил в гонку. Значит, тогда он поступил продажу 12 августа 1981 года. Обладал памятью, для тех, кому интересно, 16 килобайт операционной системой DOS 1.0. Стоил он 1565 долларов. Важная информация. Итак, коллеги, значит, теперь, собственно, к новостям. И прежде, чем сказать о темах, которые мы будем обсуждать, представлю моих гостей. Это Сергей Мартынов, заместитель директора Департамента развития электронного правительства Министерства связи. Приветствую, Сергей. Привет. И Михаил Хомич, директор по развитию бизнес-инклубатора МГУ. Приветствую, Михаил. Привет. Меня зовут Максим Спиридонов. И вместе с экспертами представленными мы попробуем разобраться, что же важного случилось за ушедшие дни в цифровом пространстве, в интернете, в мобильном вебе, в электронной коммерции. И какие выводы этого можно сделать. О чем пойдет речь о самом важном. То есть три новости традиционно мы сделали такими новостными сюжетами. Разберем их подробно. Итак, это следующие события. Мобильное приложение для вызова такси и GetTaxi получило очередное финансовое вливание. Начало свою работу в Нью-Йорке. Поговорим о борьбе приложений для подачи такси. Также о том, как в связи с этим изменился или изменится рынок услуг такси для нас, для конечных потребителей. Далее разговор пойдет о том, что Google представил свой первый смартфон Motorola Moto X. Об этом уже многие знают, разумеется. Мы попробуем расставить некоторые точки предварительно. Каковы перспективы железа от Google? Как изменится политика своей с появлением у Google аппарата полностью собственного производства? Ну и так далее. Ну и наконец, третья важная и главная тема в этом выпуске. В завершение мы подведем первые промежуточные итоги действия антипиратского закона, который вступил в силу, как известно, 1 августа и получил большой и разнообразный резонанс. Это были главные новости, вернее, как их главный анонс главных новостей. Сейчас традиционно три, что мы возьмем в экспресс-режиме. Пробуем их, так сказать, по-быстрому разыграть. И первое из этих трех важных новостей в экспресс-режиме следующий. Руководитель Хронопей Павел Рублевский приговорен к 2,5 годам колонии общего режима за хакерскую атаку на сайт Рафлота в 2010 году. Первый реальный и такой вот громкий срок за ДДОС. Что это значит, Сергей? Мне кажется, это значит, что интернет вырос и повзрослел. И, наконец, смогут сажать за киберпреступления по-хорошему. Ну, если вспомнить, там, 10-15 лет назад ДДОС-атака сайтов друг на друга была таким, такой мужской игрой войнушку, можно сказать. Ну, подростковой. Подростковой в каком-то смысле. А сейчас интернет стал таким взрослым и большим, что в нем уже нельзя так шутить. В нем уже действия, они не менее серьезны, чем в реальной жизни. Ну, вообще, в действия Минкомсвязи, Роскомнадзора в последнее время по вот этой охране детства и детей от различных деструктивных факторов, действия антипиратского закона тоже, по идее, это про то, что интернет взрослеет. Давайте типа того, что больше ответственности. Михаил, пару слов. Как вот это для тебя? Я абсолютно согласен, интернет взрослеет, надо наказывать, и это давно уже мировой тренд. У меня единственный вопрос возникает, ДДОС-атаки достаточно популярная вещь, почему-то, когда атакуют, допустим, сайты, может быть, менее государственные, чем Аэрофлот, хотя это, условно, не государственная компания. Коммерческая, все-таки. Ну, все-таки, ничего не происходит. С Аэрофлотом происходит, а, например, со всякими другими ресурсами, которые... Есть прекрасный прецедент, коллеги, я совершенно согласен с тобой, на смысле прецедент следующий, то, что если и когда за ДДОС Аэрофлота засудили, нашли доказательную базу и посадили, то следующий ДДОС Коммерсанта, Life Journal, Слона и других СМИ, которые там могут быть более-менее оппозиционны, также можно рассматривать в таком ключе и требовать рассмотрения дела и приведения его в море. Совсем коротко скажу, что это первый случай в Рунете осуждения заказчика ДДОС Атаки. Ущерб Аэрофлота составил, по их оценкам, 146 миллионов рублей. Весьма, в общем, солидный ущерб. И, по версии следствия, Рублевский заказал атаку, стремясь подтолкнуть Аэрофлот к разрыву соглашения с компанией Асист, которая была конкурентом, собственно, Хронопей. Вот такие дела. Едем дальше. Менеджмент Почты России провел несколько неформальных встреч с представителями компаний сферы электронной коммерции. По сообщениям газеты «Ведомости», на них обсуждались необходимые меры, которые могли бы улучшить ситуацию доставки посылок. Известно, она не самая лучшая. Сергей, мы с тобой только что говорили за кулуарах, что Почта России, которая имеет отношение к Минкомсвязи, самая непосредственная, она вроде как оздоравливается. Совершенно верно. В Почту России сейчас пришла сильная команда менеджеров. И я надеюсь, что с Почты произойдут те перемены, которые всех нас очень порадуют. И, конечно же, работа по доставке посылок – это очень важная часть Почты. Посылок в электронных магазинах, почему? Посылок, да. В основном электронных магазинов, конечно. И российских, и зарубежных. И это, конечно, очень важно с точки зрения развития электронной коммерции направления. Я не знаю про конкретно эту встречу ничего, но я знаю, что Почта сейчас активно думает над тем, как улучшить свою работу в этом направлении. И я думаю, что это не единственная встреча. Будет еще много встречи активности по этому поводу. Сам факт, что вот эти люди, которые оказались еще раньше совсем из космоса, какие-то планетяне Почты России, вдруг встретились с представителями электронной коммерции, этот сам факт уже навевает оптимизм определенный. Находишь меня? Я вспоминаю, у меня здесь аналогия со Сбербанком, когда в свое время это был неповоротливый слон, а потом туда пришла хорошая команда. Я хочу подчеркнуть одного члена той команды. Хочете, что это было аналогией, так скажем? Это был Денис Бугров, один из менеджеров McKinsey, Россия. И там всех разогнали к чертям. И пришел консультант и сказал, вот мы сейчас все перестроим и сделаем как надо. И Сбербанк мы видим, как изменился. Вот может быть им тоже привлечь сильных консультантов, поменять команду, что они уже сделали. И мы тоже ждем больших успехов здесь. Ну, в общем, вот потому что есть у меня в материалах к этой новости, предложено ввести классы доставки с понятной тарификацией, предложено создать на сайте почты личный кабинет для юрлиц, который позволял бы как-то оперировать собственными доставками и отправками, создать SMS-сервис, который сообщал о перемещении посылки и так далее. То есть сделать такую полноценную IT-структуру, ну и организационную структуру по модели, по подобию, возможно, уже существующих западных. Германия, Франция, США работают с логистикой прекрасно. Там это отлаженные механизмы до нюанса, до последней запятой в товарно-накладной, которая, кстати говоря, давно не бумажная, разумеется, а какие-то там электронные действующие два клика. Вот, значит, ну и еще одна новость, коллег, которую хочу до вас из трех экспресс-режима донести, это новость о том, что 37 российских интернет-предпринимателей, подчеркиваю, интернет-предприниматели, подписали социальный контракт с кандидатом в мэра Москвы Алексеем Навальным. Наверное, можно сразу поправить, что уже не 37, а 150 с чем-то. Вот как. Ну, значит, мы уже, значит, пользуемся не полноценной информацией. Ну, это первая, это была первая такая группа, там 37 самых известных, еще больше сотни добавилось потом. Как сообщается, предприниматели по собственной инициативе устроили встречу с Навальным, после беседы был составлен текст социального контракта. Среди подписавших Шахар Вайсер, о котором будем говорить чуть дальше, это, собственно, сооснователь мобильного приложения GetTaxi, основатель, пардон, сооснователь, я оговорился, потому что у него нет сооснователей. Юрий Веровец, это создатель компании Headhunter, Михаил Иванов, издательства Манова и Фербер, Дмитрия Навоша, сайт Sports.ru, Станислав Сажин, доктор на работе и так далее, Максим Фалдин, Вики Март. То есть это, ну, не Яндекс.Имейл, они, к сожалению, нет среди подписантов их, но это компании очень уверенного такого среднего эшелона, делающие порой очень солидные обороты, влияющие уже на жизнь и работу страны, на, в общем, пускай немного, не масштабах нефтяной отрасли, но влияющие и на экономику. Это, мне кажется, очень хорошо. И, в общем, почему мы взяли это в рассмотрение? В нашем случае, потому что нам, кажется, важно поддержать коллег по интернет-индустрии вот в этом устремлении. Именно они, собственно, интернетчики, эту тему затеяли. Большой вопрос, насколько, насколько, как бы, мне это тоже нравится, там много друзей, которые вот подписали этот социальный контракт, у меня всегда вопрос вот там, к тому же Диме Навоша, да, вот ты подписываешь социальный контракт от Sports.ru, ты поддерживаешь конкретного кандидата, в данном случае Алексея Навального, а если в твоей компании 20 человек спят и видят, как бы, назначить проголосовать за Собянина, на мэра Москвы, вот, как в этой ситуации действовать? В данном случае это воля заявления конкретно руководителя бизнеса. Звучит, как будто весь Sports.ru поддерживает. Это манифест, манифест некой ненейтральности, ненейтральности бизнесменов, которые, в общем, в данном случае, ясно заявлены. На этом завершаем эспресс-обсуждение, через минуту перейдем к новостям, которые редакция программы РУД сегодня посчитала нужным обсудить подробно. Итак, мы продолжаем главные новости онлайна за ушедшие дни. Подведение итогов, расстановка точек над всеми возможными буквами, как кириллического, так и латиницы. Я имею в виду и, и дьё, и ё, разумеется. В данном случае новость следующая будет с оттенком и того, и другого, поскольку сервис международный, хотя имеет такие основательные русскоязычные, так скажу осторожно, корни, если не сказать русские, потому что предприниматель во многом израильский, хотя и корнями из России. Однако это пока интрига. Прежде пара слов формальных. Финам.фм, 99.6 в Москве, или онлайн на финам.фм. Это место, где нас можно услышать, вернее, как некая точка, условная точка в пространстве, где можно подключиться к нам. Также, напомню, возможность слушать в подкасте в удобное время. Более того, если вы не подписаны, ещё подписывайтесь обязательно. Либо в iTunes, по запросу «Ронет сегодня» вы находите ленту нашей программы, либо на сайте финам.фм, и в этом случае будете постоянно в курсе всех главных новостей интернета, цифрового пространства, мобильного веба и так далее. Меня зовут Максим Спиридонов, эксперт выпуска. Михаил Хомич, директор по развитию бизнеса клубатора МГУ. И Сергей Мартынов, заместитель директора департамента развития электронного правительства Минкомсвязи. Всем хочется добавить экс-руководителя почты Mail.ru, чтобы подчеркнуть твоё происхождение как бы из бизнеса, из интернет-среды. Да, мне самому всегда непривычно, когда эту длинную-длинную должность произносят. Надо как-то сократить и говорить проще. — Ага. Просто хороший русский чиновник. Не знаю, понравится ли тебе это. — Проговор совершенно. — Я хотел бы добавить какое-то прилагательное. — Это ещё более непривычно, когда говорит чиновник. — Хотел бы добавить какое-то прилагательное, которое почерпнуло бы, что не просто чиновник. Ладно, коллеги, прежде чем подискутировать в вопрос следующей новости, я дам вопрос. Каким вы видите рынок услуг такси в мегаполисах через 5-7 лет? В частности, останется ли вызов такси по телефону, например? Михаил. — Да, обязательно останется вызов такси по телефону. Просто доля мобильных приложений, несомненно, будет расти. Возможность оплачивать карточкой. То, что сейчас делает анонсированный нами в новости сервис, я думаю, как раз тенденции распространятся и на другие сегменты рынка. — Но сегодня этот сегмент, сегмент мобильных приложений, он пока ещё, видимо, в самом зарождении. — В Москве. Даже в Москве ещё, да, потому что люди предпочитают телефон. А если говорить о регионах, там огромный потенциал для развития. — Да. Сергей, ты находишь как-то? — Я, ну, во-первых, верю в то, что этот рынок будет развиваться, потому что мы его сами, я имею в виду, жизнь его активно стимулирует. Например, те же платные парковки, которые в Москве ввели в центре, они очень сильно помогают, мне кажется, рынку такси. Но при этом я ещё верю в альтернативные сервисы, такие как каршаринг и велосипеды платные. — Каршаринг имеется в виду, что пользование автомобилем совместно, да? — Да, то есть аренда автомобиля краткосрочная, скажем так, они просто... Я, например, люблю ездить за рулём и не очень люблю такси, поэтому я стремлюсь везде ездить на машине. Если была возможность брать машину в аренду на полчаса, на час, это было бы прекрасно. — А сейчас появляется же такое тоже, что-то я видел, стоит около стыдом кольца машина, какая-то стояла, предложение мы её взять в аренду, чуть ли как там не по мобильному приложению. — Я в Москве не видел ещё. — Я видел. — Здорово. — Окей, значит, сейчас про свежие деньги, влитые, собственно, в один из самых заметных онлайн-бизнесов, связанных с такси. Сервис заказа такси GetTaxi привлёк 12 миллионов долларов. Основным инвестором третьего раунда финансирования стал европейский фонд Криас Кэпитал. Уложения в сервис совпали с началом работы GetTaxi в Нью-Йорке. Помимо Криас Кэпитал в раунде поучаствовали также фонды Access Industries Леонардо Блаватника и InVenture Partners, которые и ранее вкладывали в сервис. Как сообщает The Wall Street Journal, 5 миллионов GetTaxi получит кредит, а 7 миллионов долларов прямые инвестиции в капитал, оформленные как конвертируемые облигации. В общем, инвесторы верят в проект. А на ваш взгляд, как он себя чувствует? Я знаю, что Михаил, в общем, он позитивно смотрит на это, насколько я понимаю. Пока с точки зрения Сергея тогда. Если честно, я не очень понимаю, зачем столько денег. Куда их вкладывать? В рекламу, что ли? Потому что построение хорошего мобильного сервиса для того, чтобы менеджерить вызов такси, оно как бы не требует таких больших вложений. Я не знаю, зачем столько денег, но Михаил, думаю, тоже. Они выходят в США. Это большая история. И на самом деле рынок такси – это огромный рынок, при том, что он огромный, высококонкурентный. Поэтому они пока будут строить awareness, они будут рассказывать о себе. Поэтому деньги есть куда тратить. Я в связи с этим расскажу об одной очень интересной истории, как они выходили в США. Они искали человека. Надо сказать, что ты хорошо знаком с Шахаром. Да, я знаком с Шахаром тоже. Все мы знаем Шахара. Все знают. История такая, что они искали человека, который возглавит направление в США, и они искали сильного менеджера. Они нашли девушку, которая работала, если я не ошибаюсь, в JP Morgan, в каком-то из инвестбанков на должности вице-президента. Ей там около 30. То есть очень сильный менеджер. Но помимо этого, у нее есть необычное хобби. Раз в неделю она бросает свою работу в JP Morgan, выходит на улицу, садится за руль такси, у нее есть лицензия. Когда ты сказал, выходит на улицу, у нее прямо сердце остановилось. Да, да, да. В хорошем смысле. И разводит людей вот сама, как водитель такси. И Шахар рассказывал, что когда мы узнали, что вот есть такой человек, то есть и сильный менеджер, еще фрик какой-то, который людей на такси возит, мы ее сразу взяли. Вот что значит сила команды. Интересно, да. Сейчас они вот зарелизились, что называется, в Нью-Йорке. Буквально недавно, да ведь? Да. А не слышал о том, как там дела у них? Пока нет, нет истории. Я знаю, что у них достаточно тяжко все идет в Питере, а в Москве все идет хорошо. Ну так вот. Я, кстати говоря, 10 дней был в Петербурге, пользовался не качественной рекламой, а просто так получилось именно ими. Так что я им, видимо, поднял хорошо кассу. Я постоянно ездил на такси, и так получилось. Ну окей, хорошо. Значит, а почему вы считаете, ну, короче, Михаил, Сергей не ответил точно, почему вы считаете, что останется вызов по телефону? Я, например, вообще не вижу смысла сейчас вызывать такси по телефону, когда есть мобильное приложение, возможность, ну, дать все исходные данные, там, комментариям с третьими, а с табличкой, точным адресом. Ну то, что ты такой продвинутый. А многие люди, ну, для них там телефон, они лезут в интернет, чтобы узнать телефон. То есть, ну, понятно, что здесь есть куда расти и взрослеть рынку, просто проникновение интернета в России. Ну, заметьте, сказал 5-7 лет, ты считаешь, что люди, мне кажется... Ну, в Москве, может быть, останется... Простые вещи, они приходят очень естественно, органично, и так в жизнь они входят и становятся неотъемлемыми. Мне очень нравится, если за этим, когда Шахар говорит, что почему люди не пользуются такси, потому что такси очень, ну, не похоже на свою машину. Вот, например, Сергею нравится его машина. Почему ему не нравится такси? Потому что он не может в любом месте остановить и выйти, потому что нужно там заплатить что-то. Поэтому внедряем сервис заплатить карточкой из дома. Там, опять-таки, во всех такси, GetTaxi, опять-таки, не реклама, но вот это была публичная новость. Появился Wi-Fi, да? То есть, теперь можно сидеть в интернете лазить. И система рейтингования водителя — это гениально. Потому что, если вам водитель не предложил зонтик, когда идет дождь, там, или поставил радиошансон, это, извините, за рекламу на полную громкость, вам, наверное, не очень хочется ехать. А тут, если водитель после вас получает, там, две звездочки за поездку, он потом получает меньше зарплату. Это порождает естественную конкуренцию. Это вот та тема, которую я хочу отдельно сейчас обсудить по поводу рейтингования, выходя на вообще обобщение. Потому что вообще геймификация такого рода, она, мне кажется, так сильно изменит ситуацию нашей с вами жизни, услуги и так далее, я надеюсь, что, ну, в общем, это стоит отдельно обсудить. Однако сейчас пока что, собственно, еще пару слов непосредственно по теме новости о GetTaxi и запись комментария Шахара Вайсера, основателя компании. Пожалуйста. Нам хотелось сделать предложение, которое даст вам возможность получить машину в течение пяти минут, когда она нам нужна. Тут самый частый. Мы договорились с самыми крупными лицами парками в Нью-Йорке. И это привело к тому, что сегодня, как раз, когда мы сейчас вытащили GetTaxi, и вам нет желтых машин достаточно, можно сказать, GetTaxi в течение пяти минут к вам подъедет таункар, лимузин, и вы на нем в комфорте можете собраться. Теперь по поводу цены. Если на такси вам на желтом стоит уехать 10-20 долларов, то на GetTaxi вы уедете сегодня от 13 долларов до 30. Манхэттен и Нью-Йорк мы разделили на сотни маленьких районов, в результате чего, если вы заказываете с точки А в точку Б, вам всегда будет одинаковая цена, вне зависимости от того, попали вы в эстракции, к каким путем вы поехали и так далее, у вас будет всегда фиксированная, одинаковая, предсказуемая цена. Я забыл напомнить, что это вот комментарий именно касающегося выхода в Нью-Йорке, потому что это у них совпало, почти совпало по времени с получением инвестиций. И, ну, если разбирать по кейсу на самом деле, как мне кажется, тут выход их в Нью-Йорке, который очень конкурентен, если выдаваться уже в бизнес, это такой ход в сторону инвесторов для того, чтобы они их ближе видели, потому что деньги основные там. И если, ну, вы кто такие? Мы люди из России, из Израиля. Ну, когда мы находимся и тут же под боком, дальнейшее развитие, дальнейшая коммуникация с инвесторами, которые, возможно, еще понадобятся для выхода в Латинской Америке, на Ближнем Востоке, боюсь сказать, там, не знаю, в Юго-Восточной Азии, популярное направление и так далее. Я бы добавил, что они, во-первых, еще есть в Лондоне, и, то есть, это, наверное, облегчает процесс выхода в США, потому что уже экспертиза какая-то накоплена. И к нему часто обращались с предложениями выйти по франшизе. Давайте мы просто повесим где-то такси, сделаем его в Бразилии. Они отказываются, чтобы сервис не уронил. Мне кажется, очень красиво с точки зрения и продукта, и политики развития строит свой бизнес. Вот Шахар один из них, надо сказать, отдать должное. Теперь, собственно, приложением хотел сказать пару слов. Это геймификация, которая присутствует в GetTaxi, и вообще она входит в жизнь. Сергей, вот ты какие видишь перспективы развития? То, что сервис оценивать, что же Сбербанк исполнить, да? В многих офисах появились кнопочки со смайликом и, наоборот, недовольной физиономией. Это вообще тенденция последнего времени давать обратную связь от пользователя, поставщику услуги. И это очень важно, потому что это позволяет оптимизировать, ну, и качество повысить, и эффективность оптимизировать. Это мы видим в Сбербанке. Я не могу тут не ввернуть, что мы то же самое сейчас видим в государстве. Запущен пилотный проект по оценке качества госуслуг, и это, с моей точки зрения, реально революционный момент. Слушай, я буду счастлив, когда в паспортных столах, в ЗАГСах появятся тоже такие кнопочки, и можно будет этой бабушке, которая тебе грубит, и ей вот ответить-то нечего, потому что, кроме того, пожилой человек, как-то ей нажать кнопочку, бабушка, вот плохо ты общаешься, и она после этого получит какой-то, если не выговор, то хотя бы пускай копеечку с нее снимут. Конечно, потому что сейчас очень большая неравномерность, с точки зрения представления, ну, вообще разных услуг, не только государственных, а обратная связь позволяет выявить проблемы, их идентифицировать, гарантировать какое-то качество. Да, обратная связь такого рода, она позволит, если, представьте себе масштаб страны, и все эти приложения, такси, иного сервиса, ресторанные какие-нибудь приложения, тоже те же самые госуслуги, они все будут рейтинговать потребитель-исполнитель, вот будет рейтинг, то, в конечном счете, это скажется на, ну, собственно, эмоциональном фоне страны в целом, то есть, ну, люди будут сервисно ориентированы, и, как следствие, настроение у всех, как в песне известного исполнителя, повысится. Правда, есть еще один момент, это приводит к возникновению некого черного рынка этих рейтингов, потому что везде, где возникает рейтинг, тут же возникают попытки его накрутить, обмануть и так далее. И это тоже очень интересная отрасль, как построить рейтинги, которые не будут накручиваемы. Совсем коротко, в Твиттере спросили мы, как вы, на ваш взгляд, недостатки мобильных приложений вызова такси, заметили они полностью вызовы по телефону, и мнение в том, что, в общем, скорее нет в скорости, но пишут, что не пользуюсь привычным телефоном, пишут, что никогда не знаешь стоимость заранее, а вот, как бы, где-то таксисты, значит, не уверен в том, что сами операторы и таксисты в состоянии правильно пользоваться, быстро реагировать, кстати говоря, тоже пока что пользуются не все. В общем, есть сомнения, однако прогресс, надеюсь, не остановим. Мы будем продолжать и в скорости поговорим о очередной новости, пойдем разговор о большой примере от Google. Ну что ж, реклама была и новости недолгими. Мы возвращаемся к вам с рассказом о главных событиях онлайна. Программа «Рунать сегодня» от 12 августа 2019 года. Я говорю, для тех, кто слушает нас в подкасте, делать это рекомендую всем, подписываться на ленту «Рунать сегодня» и не пропускать ни одного выпуска, для того, чтобы всегда находиться, что называется, на острие знаний и главной информации, в том числе аналитической, кстати говоря, о том, что же, собственно, есть и будет. Именно то, как будет дальше взываться отрасль, мы пытаемся вывести из новостной картины недели каждые семь дней. Меня зовут Максим Спиридонов, эксперт этого выпуска. Сергей Мартынов, заместитель директора департамента развития электронного правительства Министерства связи. Михаил Хомич, директор по развитию бизнес-инкубатора НГУ. Коллеги, причем коснуться следующей новости вопрос в контекст. Интересно, ваше мнение о следующем поводу. Нужно ли сегодня глобальной онлайн-корпорации создавать собственные устройства доступа, собственные железки, иными словами? Как это делает Apple, например? Как это с недавних пор стало делать Microsoft? Вот это уже безусловная необходимость или можно без этого обойтись, как ты думаешь, Сергей? Очевидно, что корпорациям выгодно создавать собственные платформы доступа, такие, как инфраструктура Apple, собственно, и такие, как экосистема Android, Google. А насчет железок, мне кажется, что создавая собственные железки, корпорации лучше удерживают, во-первых, платформу в своих руках, защищают ее от некого размывания в сторону разных железок. А с другой стороны, они лучше контактируют со своими пользователями и понимают их потребности до конца, что называется, end-to-end. Ну, несомненно, по крайней мере, вертикальная интеграция Apple показала, что это работает. Правда, если и когда там действительно есть очень четкие связи между подразделениями, железо, софт и там дизайн, юзабилити и так далее. Твое мнение, Михаил? Я абсолютно согласен. Действительно, нужно пытаться играть в свои железки. Пока у всех это получалось, получается хорошо. Единственное, вот я, опять-таки, анонсирую новость. Обычно железки связаны непосредственно с компанией, которая делает софт. Ну, например, называются так же, да? И понятно, что они там из одной компании. Вот здесь, насколько я понимаю, история немножко разная. Вроде бы и компания та же, но название другое. Ну, в случае с Google, ты, естественно, говоришь уже о новой структуре обсуждать, Moto X и подразделение Motorola, которое его делало, это уже часть концерна Google, они его купили. Это правда, но за словом Motorola, по крайней мере, в моем понимании, идет огромный шлейф такой неудачного провала. И вот как вот это сумеют перенести пользователи? Может, это только у меня такая проблема? Ну, посмотрим. Ну, хорошо, давай сейчас послушаем о том, как Google встал на собственные железные рельсы. Корпорация Google представила смартфон Moto X компании Motorola. Гаджет оснащен двухъядерным процессором Motorola X8 и оперативной памятью в 2 гигабайта. Как сообщается, смартфон будет полностью производиться в США. Надо сказать, что это первый смартфон от Motorola, который во глазах Михаила имеет репутацию лузера, после того, как мобильное направление компании было куплено Google, кажется, год или полтора назад, что-то такое. И вот долгожданный смартфон. Чего вот вы ожидали от устройства? Как вам кажется, какую роль он сыграет? Сергей? Мне кажется, самое интересное, что точка отстройки от конкурентов, точка вот этой диверсификации, она переместилась от характеристик железа в какие-то другие области. Раньше все гонялись за мегапикселями, мегагерцами и прочими мегабайтами. Это повсеместно в хай-теке происходит. Смотрят уже, опять-таки, на цвет корпуса, на то, как в интерьере будет смотреться. Да, тут мы видим, что вот этот Moto X, если я не ошибаюсь, там выбираются из кучи штук 8 разных цветов корпуса, и даже цвет зарядки идет в цвет корпуса. Их там, по-моему, больше гораздо. Они сделали сайт-конструктор, где ты можешь зайти, там, поиграться с цветами, там, и выбрать то, что нужно. Такие эмоциональные характеристики дают. Вот, и, соответственно, они продают уже не по техническим характеристикам, а по эмоциональным. Вообще, для... Как давно делает Apple. Да, для отрасли в целом это означает, что она вышла, ну, кривое потребление вышло от, там, раннего большинства, когда смартфоны начали покупаться, к, там, позднему большинству, когда уже люди фактически догоняющие, которые еще не вступили в ряды владельцев смартфонов, теперь догоняют и покупают их. По мобильным вопросам мне нравится советоваться с нашим коллегой. Его зовут Сергей Вильянов. Это главный редактор журнала Мир ПК. Сергей, слышишь нас? Да, 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 слышу. Здравствуй. Скажи, пожалуйста, какое, с твоей точки зрения, значение имеет выход этого смартфона для Google, вообще для мобильной истории со смартфоном, сколько он будет конкурентен? В общем, какое будущее видишь у этого прибора? Мне кажется, что Google просто решила, наконец-то, спустя, если не ошибаюсь, пару лет после фактического приобретения Motorola, что-то делать с этим активом, кроме того, что сидеть на патентах и ждать, пока за ними кто-нибудь придет. Поэтому данный аппарат, он производит довольно сложное впечатление. С одной стороны, он очень хороший, потому что он очень такой, знаете, сбалансированный чего, что в наше время случается довольно редко. Он ни разу не самый-самый, но у него правильный экран, у него правильный процессор, у него правильная характеристика. Он выглядит интересный, симпатичный. Но при этом ценник, который они выставили, однозначно намекает, что, наверное, они не ставят задачу продавать миллионы штук. А какой ценник там, напомню? Там 500 с чем-то долларов, я вот точно цифру не помню, но больше 500, то есть с учетом того, что... Америка идет 199 плюс контракт. Да, да, но Америка, понятно, а вот для остального мира, к которому мы, к сожалению, или к счастью, относимся, там несколько подороже. То есть, в принципе, по сравнению с предложениями от Samsung, Sony, HTC прошлого поколения, а фактически этот телефон относится именно к этому самому прошлому поколению, это выглядит несколько странно, потому что продукцию конкурентов можно приобрести дешевле. Ну, а может быть, они хотели попасть в некий средний сегмент, то есть не дешевые смартфоны и не премиум, как последний iPhone или там продукция HTC, Samsung, флагманы. Просто вот так посередке попасть и взять вот это вот... Ну, понимаете, в чем дело? Они, может быть, и хотели попасть. Маркетологи, они могут намечтать что угодно. Другой вопрос, попадут или не попадут? Мне кажется, что не попадут, потому что просто нет сейчас ни у Google при всем величии, ни тем более у Motorola, возможности как-то жестко себя позиционировать, потому что магия бренда, которая была у Motorola в течение многих лет, она фактически исчезла. И для молодого поколения, которое сейчас, в общем-то, больше всего интересует телефон и Motorola, звучит примерно так же, как ZTE, как Oppo и прочие вот эти бренды. Поэтому они могут представлять все, что угодно для себя самих, но на практике, я думаю, что это будет такое очень нишевое устройство, которое будет покупаться узким кругом понимающих граждан, при этом довольно состоятельных. Как мы с вами знаем, люди, которые, с одной стороны, понимающие, с другой стороны, состоятельные, их на свете очень мало. Ну, то есть, одним словом, поворотным моментом выход, по крайней мере, этого смартфона от Google не станет, и мир не изменится. Нет, мир не содрогнется, мир не изменится, ничего не произойдет, то есть, но немногочисленные люди, вот вроде нас с вами, которые помнят, что такое Motorola, помнят их великие модели, там, ну, начиная с каких-то, совершенно старых телефонов, там, стартолк, по-моему, назывался такой раскладушка, потом рейзер, мы это помним. И для нас, в принципе, приобретение такого телефона, наверное, это в известной степени такой приятный какой-то опыт. Но, к сожалению или к счастью, это уже не такой опыт для значительной аудитории. Хорошо, спасибо большое, Сергей. Это был комментарий главного редактора журнала МИРПК. Сергей Вильянова. Я в поддержку Сергея скажу, что еще интересен тот факт, что Google заявил, что телефон собирается только в США и полностью в США. И мне кажется, это говорит, опять же, о том, что они вообще не планируют большие объемы продаж, потому что большие объемы, ну, точно невыгодно было бы делать в США. Ну, то есть, это конкретно на такие, на белые воротнички рассчитаны. Даша, что-то хотел сказать еще? Нет. Значит, ну, если мы вкопали эту историю, скажу несколько цифр, все-таки, хотя это не имеет большого значения, но технические характеристики. Две камеры смартфона, это уже традиционно, 10-мегапиксельная. Вот как легко это сейчас говорить, да, 10-мегапиксельная камера, так, проброс, еще недавно это было чем-то невероятным у смартфона. И это мы говорим о средней модели, со средней характеристиками. Да, 10-мегапиксельная, 2-мегапиксельная, вес трубки 130 грамм, длина корпуса 129,3 миллиметра, ширина 65, толщина 10 миллиметров. Опять навязал, по крайней мере, для Гугла стандарт, возможно, это потихонечку перетечет и дальше. Мы часто говорим слово Apple, в связи с этим меня, может, немножко удивляет дата релиза, опять-таки, как бывший бренд-менеджер. Я бы, наверное, не стал бы выпускать новую модель за месяц до большого релиза главного конкурента. Вчера появилась новость, что 10 сентября будет представлен iPhone, ну, видимо, это будет 5S, который, там, очевидно, все ждут. И теперь получается, что вот они вышли, все говорят, ладно, ладно, вроде бы модель хорошая, давайте мы подождем месяцок и посмотрим, что же там придумают ребята из Купертино. Ну, возможно, они полагают, что Apple уже, как это говорится, не торт и надеются на то, что эта премьера не будет настолько громкой. Кстати, Apple, вот, опять-таки, мне очень понравилось замечание Сергея, что они, может быть, хотели попасть в средний сегмент, а вот Apple, насколько я понимаю, сейчас целится как высший сегмент, как он всегда целился, но теперь же ожидают в сентябре-октябре выхода вот этого вот iPhone 5C, который будет нацелен как раз на более дешевый ценовой сегмент, более низкий ценовой сегмент. То есть Apple бьет по краям, где больше всего людей, а тут, ну, какая-то такая непонятная, размытая позиционирование. Ну, бюджетный телефон Apple это вообще отдельная тема для дискуссии. Есть мнение, что они их, собственно, и потопят в конечном счете, в средней перспективе, от того, что они ушли из премиум-сегмента и перестали быть телефоном для избранных. Однако, значит, в Твиттере Максим Спиридонов, который мы используем в рабочее время, мое эфирное, в, собственно говоря, рабочих же целях, производственных, спросили, мы станет ли выход смартфона Moto X от Google поворотным в жизни компании? Да, нет, почему? Ответы такие. Google рекламное агентство, а не производитель отличных телефонов. Ну, пожалуй. Действительно, они зарабатываются на рекламе, хотя сейчас это уже не совсем так. Значит, далее ответ нет. Moto X даже не на последней версии Android'а выходит. Дальше ответ нет. Одними разноцветными панельками людей не удивишь. Moto X займет свой небольшой сегмент. Еще ответ такой понравился. Один из тех, что сейчас вижу в ленте. Нет. Почему? Потому что Google Reader. Это звучало бы абсурдно для тех, кто не понимает. Разъясню то, что недавно Google закрыл сервис Google Reader, что очень травматично подействовало на поклонников этого проекта. А это такие вот именно продвинутые гики в основном, любители читать RSS. К счастью, для Google достаточно узкий сегмент аудитории. Ну, там все-таки это сотни тысяч. Да, но это те самые early adopters, то есть те самые, кто приходят первыми и, в общем, они там все-таки потеряли. Мне, кстати, до сих пор не понятно закрытие Google Reader. Мне кажется, это было нерационально. Я здесь отдельно отмечу стратегию Google, раз уж мы говорим в таких терминах, они используют модель инкрементализма, что это значит. Очень мне нравится. Не говори просто красивое слово. Да, да. Они работают по модели фактически венчурного фонда. Если посмотреть на количество провалов от Google, их колоссальное количество, достаточно вспомнить, там тот же Google Wave, там Google Buzz, ну, много чего. Но они понимают, что если из этих десяти провальных проектов, каждый, в которых вложено по десятку миллионов долларов, вдруг найдется один Gmail, который потом выстрелит, то это отобьет и окупит все. Это типичная история венчурного фонда. И вот они вот корпоративно так развиваются. Это очень приятная модель и здорово, что они так делают. Но Google вообще пока в тонусе, разумеется, выход этого телефона. Он несовременно повлияет на их бизнес, но, видимо, не станет, как мы на сегодня выяснили, не станет решающей, поворотным. Напомню о том, что первый в мире мобильный телефон был выпущен именно Motorola. Ну, то есть такая преемственность здесь приятная. В 1983 году, мы о ней даже не знали, в 80-90-х годах компания была лидером на мобильном рынке, но начиная с 2000-х годов Motorola стала нести убытки и в мае 2012 года, мы выяснили, да, коррестный срок, то есть даже не два года, не полтора, а год с небольшим, Motorola Mobility, мобильное подразделение Motorola, был продан Google за 12,5 миллиардов долларов. Вот такой вот с умом. Ну, в общем, коллеги, на этом новость, пожалуй, ущерпана, будем сейчас уходить на выпуск новостей и совсем коротко, все-таки ставка на железо будет или не будет главной для глобальной корпорации в будущем? Сергей? Да или нет, коротко? Глобальной нет. Не будет. Твое мнение, Михаил? Поддержу. Да, то есть, в общем, виртуализируемся и важнее то, что в облаке, ну или в чем-то ему подобном. Поставим точку, впереди самая горячая тема последних полутора недель ввод в жизни и функционирование антипиратского закона в Рунете. Еще одну тему осталось обсудить на программе Рунет сегодня, тему, которая нам кажется важной и достойной обсуждения, может быть, даже самой важной на неделе для Рунета. Напомню, что звучим на 99.6 в Москве или онлайн на финам.фм. Меня зовут Максим Спиридонов, а эксперты выпуска Михаил Хомич, директор по развитию бизнес-инклубатора МГУ и Сергей Мартынов из Минков-связи. Минков-связи. Сергей Мартынов, Минков-связи. Значит, прежде чем перейти к новости следующей, той, которую будем в следующие 20 минут дискутировать, задам вопрос, который не раз уже звучал в нашей студии. Насколько сильно, с вашей точки зрения, вредит производителям цифрового контента, в частности, видео-производителям, музыкальных производителям, пиратское распространение их продукции? При очевидности ответа есть минимум две точки зрения на этот вопрос. Михаил, ты как думаешь? Я скажу, вот в свое время написали две книги, и это не цифровой контент, но очень обидно, когда ее скачали, и мы не получили что-то с продаж этих книг. Поэтому вредит. Это там в каком-то нашем микромасштабе. А если говорить о производителях цифрового контента, фильмы, книги, фильмы, очень вредит. Очень вредит. Сергей? Мое мнение тут, оно в каком-то смысле согласует две полярные точки зрения. С одной стороны, я считаю, что сами модели распространения, они в связи с развитием интернета меняются и должны поменяться. С другой стороны, я считаю, что до их полного изменения еще очень далеко, поэтому сейчас вредит. Конечно же, правообладатели должны иметь права на свой продукт. Сейчас о вреде или не очень большом вреде и том, как, собственно, функционируют первые дни антипиратский закон. Рутор.орг и Турбофильм ТВ стали первыми сайтами, к которым был применен антипиратский закон, вступивший в силу 1 августа. Московский городской суд вынес решение об ограничении доступа к нелицензионному видеоконтенту, размещенному на данных ресурсах. Речь идет о сериалах Интерны, Саша, Таня, Универ Новая общага и Компьютерщики, права на которые принадлежат компании сейчас. Антипиратский закон, напомню, вступил в силу с 1 августа. Закон позволяет преобладателям добиться досудебной блокировки интернет-страниц с нелегальным контентом. Не нужно подчеркнуть, что досудебной. Прежде они тоже могли обратиться в суд, но это было процедурой. Часто вот можно сделать оперативнее, согласно новому закону. К этому моменту известно, что вызвавший претензии контент на названных сайтах уже удален. Ну, вроде как вот буйство и резни, которую там отчаянные головы ожидали, в последние дни не наблюдается. А ваше мнение, Сергей? Я тоже не наблюдаю буйства и резни и очень рад этому, потому что закон, безусловно, волнующий, волнительный с точки зрения его приятия. Я, несмотря на то, что... Очень сильно шумели, в том числе глобальные наши игроки, Mail, Яндекс, выражали недовольство при этом закону. Этого напомню. Конечно, я, несмотря на то, что работаю в министерстве, я не погружался глубоко именно в эту тему. Она сложная, писать законы сложно, наверняка закон, который принят, поскольку участники рынка это говорят, имеет свои недостатки, несовершенства, его стоит, наверное, развивать в лучшем направлении. Но при этом очень важно, что какое-то движение происходит в этом направлении, потому что я прочитал в интернете, какое-то... Агентство провело опрос, поддерживаете ли вы борьбу с нелегальным контентом в интернете? То есть не касательно этого закона, а просто касательно нелегального контента. И 78% респондентов в интернете ответили, что нет, не поддерживают. Мне кажется, это сильно перекликается с первой новостью, с которой мы сегодня начинали, по поводу того, что интернет изменился, и интернет стал серьезным миром, в котором нужно жить. И тот факт, что пока что люди считают, что борьбу с нелегальным контентом в интернете не нужно поддерживать, я уверен, что если бы опрос проводился по поводу каких-то нелегальных действий в реальной жизни, расклад был бы совершенно обратный. Люди бы большинство поддерживали. А здесь мы видим еще некую несознательность со стороны общества. Ну, фактически мы присутствуем в неком таком казусе, в котором гражданам страны выгодно нарушать закон. Ну, так скажем, выгодно нарушать права меньшинств. В данном случае, меньшинств не по традиционному определению, а это, я имею в виду, творческих людей, авторов того или иного цифрового контента. Будь то книга, музыка, видео. Целой стране, нет, целому миру выгодно нарушать авторское право. Как с этим будет, Михаил? Я абсолютно здесь поддержу Сергея. И вообще, наверное, сейчас будет много гнева на то, что я скажу, да, со стороны слушателей. Мне кажется, закон... Приготовимся к этой волне ненависти, которая сейчас накроет нашу студию. Давай. Закон правильный. Когда-нибудь был принят хоть один закон, который сразу был идеально написан? Нет, никогда не был принят. Людям нравятся изменения? Нет, людям никогда не нравятся изменения. Пока то, что мы видим, нет никакой резни, все происходит грамотно и адекватно. Поэтому, окей, закон нормальный. Но закон-то кривой при этом. Давай будем откровенны. Ну, давайте, вот у меня есть список в том, в чем он кривой. Вот давайте немножко это поправим. Вот уже, я знаю, что предложили поправки. Уже Шлегель, по-моему, что-то отдал на Рыжкину, чтобы там поправки внесли. Это все будет развиваться. Главное, что мы стали заниматься этим направлением. Я вот почитал эту петицию, которую 100 тысяч людей подписало. Там один из пунктов, что закон убивает презумпцию невиновности. То, что досудебное закрытие, ну, позвольте, во многих типах права, например, в административном праве, да, если я не путаю ничего, презумпция виновности установлена, и вы доказываете обратное. Так и здесь. Если вы что-то украли... Осторожно, потому что я вот не уверен в этом. Ну, вот, я уверен. И это нормально, что вы должны предоставить документы, что этот контент легальный. Поэтому все нормально, закон будет развиваться, закон будет улучшаться. Понятно, что сейчас он кривоват, но, тем не менее, движение точно правильное. То, что обновился. Минувшую субботу действительно набрала необходимые 100 тысяч подписей, петиция на сайте Российской общественной инициативы. Петиция с требованием отменить антипирасский закон. Ну, наивное усилие, я думаю, что вряд ли это случится. Однако это может повлиять на некие большее внимание и то, что будет прислушиваться к корректурам, которые приходят в страны людей здравомыслящих, в частности страны отрасли. Значит, теперь эта петиция поступит на рассмотрение экспертной группе под руководством министра по связям с открытым правительством Михаила Абызова. Особенно подписи не означают, что закон действительно будет отменен, но, по сути, он не будет отменен. Например, неизвестна судьба законопроекта Алексея Навального о запрете чиновникам приобретать дорогие автомобили, которая первая набрала 100 тысяч голосов там и пока что как-то особо, по-моему, ничего не сдвинулось в это направление. Кстати говоря, мы обсуждали это за эфиром, то, что сайт Российской общественной инициативы, где подписать петицию можно только имея аккаунт в госуслугах, он во многом стал драйвером для вас, да, Сергей? Конечно, да. Мы видели рост регистрации на госуслугах, и это хорошо. Другой вопрос, что сейчас зарегистрируется на госуслугу достаточно сложно, мы работаем над этим, будет легче и проще. Но вообще, в целом, госуслуги являются такой точкой авторизованного пользователя, фактически, чуть ли не единственное место в Рунете, в котором можно быть уверенным, что залогиненный пользователь – это реально живой человек с живыми данными. Мы сейчас думаем над тем, как это вообще можно использовать с точки зрения пользы интернет-бизнеса в целом. Ну, вообще, видимо, все будет собираться вокруг каких-то одного-двух аккаунтов, которые подтверждены и персоны установлены, фактически электронного паспорта, и дальше будет вокруг него строиться все остальное у пользователя. Ну, на текущий момент эту роль выполняют социальные сети, аккаунт Facebook, аккаунт ВКонтакте являются такими паспортами человека. Но, естественно, они не гарантируют уникальности, не гарантируют того, что это вообще живой человек, а не многочисленные боты. Ну да, повсеместно, получается, мир переходит на эту вот электронную паспортизацию. И вопрос только в том, чтобы государство в том числе могло подтвердить, что да, это та персона. Окей, значит, мы немножко сбились с темы Санкт-Петербургского закона. Все-таки, скажу так, чтобы картинку дорисовать для наших слушателей, в день вступления, то есть 1 августа, в день вступления закона в силу интернет прошла забастовка, в которой присоединились такие сайты, как Зайцев, Нет, Лурк Морье, Рутрекер и другие. То есть, ну, такие сайты, конечно, у которых... Сайты в группе Риск. Да. Ну, будем, конечно, честны, рылься-то в пушку. Крупнейшие игроки Рунета, которые фактически участвовали в таких легальных и деликатных протестах на моменте принятия закона, они не участвовали в этой забастовке. То есть, ни Яндекс, ни Гугл, никаких претензий на отчет по факту вступления уже не высказал. То есть, они приняли, что он существует, и, видимо, это неизбежно было, да, что такой закон появился. Далее нас ожидают законы про аудио, про книги, про фотопродукцию. Так? Сергей, я не знаю. Да прямо. Уже прошла новость, что будет закон расширен, да. Ну, несомненно. Я думаю, что закон будет расширен и доработан, потому что законы писать действительно сложно. Я это уже успел ощутить за полгода работы в министерстве. Ну, его нафиг. Лучше интерфейсы рисовать. Причем, причем, закон вот этот расширения будет готовить, если я не ошибаюсь, Минкульт, Минкультура. То есть, непонятно, почему они этим занимаются. Ну, да, по крайней мере, там есть определенные наброски. Да, действительно, об этом говорилось. Не очень понятно авторство вот этого. То есть, не очень понятно, как появился и в суматохе был принят. Закон, который мы сейчас обсуждаем. Как-то очень уж он спонтанно и кривовато прошел, при том, что быстро. Не очень понятно, почему сейчас Министерство культуры готовит продолжение его. Ну, вроде как, создали бы рабочую группу уже какую-то более-менее на базе предыдущей, например. Вот. Однако нас ожидает, вот, кажется, очень важный вывод, который нужно сделать для наших слушателей сейчас, для нас, просто для себя, что нас ожидает продолжение системной, а может быть и бессистемной, что неприятнее, работы по приведению в порядок ситуации с атерским правом в интернете в целом и в интернете в частности. Просто в глобальном интернете там более-менее понятно. Если брать, там, Германию, не знаю, там, Голландию, США. Там, в общем, все более-менее регулировано. Если там пиратство, да. Велико ли оно? Ну, совсем не те масштабы. Мне кажется, мы возвращаемся к тому, с чего начали, что там ментальность другая. Там люди понимают, что можно потреблять лицензионный контент, и это нормально. Ну, у них и денег больше. Кто знает? Я вообще не понимаю без таких масштабных возмущений. Вот есть сайт, есть петиция. Дали обществу возможность высказать претензии к закону. Претензии, вот там, 70% правильный, там, 30% можно спорить. Все нормально. Есть закон, он будет развиваться. Поэтому со временем все устаканится, и надеюсь, что... Ну, ментальность, наверное, вряд ли поменяется. Еще найдут способ, как обходить. Но движение — это уж точно правильно. Я-то как раз надеюсь, что ментальность поменяется. Ну, есть такая надежда. Меняют корпоративную культуру в больших корпорациях. Точно так же можно и ментальность поменять в лучшую сторону. Ну, по крайней мере, активно будет вестись работа по привитию массового пользователя интернета. Понимание того, что если контент он потребляет, то кто-то должен был за это заплатить. Надо просто показать, что это в конечном итоге лучше. Либо он, либо кто-то другой. Да, что в конечном итоге людям же будет лучше изменить эту ментальность и потреблять честный контент. Да и бог, в общем, будут найдены... Ну, в общем, там уйдет, похоже, найдены компромиссы между ценой контента, возможностью платить и прочими составляющими. На этом пора заканчивать, коллеги, к сожалению. Значит, буду ставить точку. Спасибо большое за ваше участие. Напомню, что в программе принимали участие два эксперта. Это был Сергей Мартынов и Михаил Хомич. Также напомню возможность слушать программу «Рунет сегодня» каждый понедельник. О необходимости, как я все время подчеркиваю, слушать программу для того, чтобы быть всегда в контексте главных новостей. Спасибо большое за внимание. Всего доброго. И пока. Спасибо. Спасибо.